Некоторые россияне, планирующие приобрести продукцию Тюменского аккумуляторного завода, рискуют выбросить деньги на ветер. В Чувашии появились поддельные батареи, которые якобы производит наше предприятие. Как отличить оригинал от подделки, расскажет Ксения Моисеева. Новость о подделке своей продукции представители аккумуляторного завода получили от дилеров из города Чебоксары. Мишенью мошенников стали классические аккумуляторы емкостью 66 ампер в час. Фальшивку обнаружили легко. На крышке товара отсутствовал фирменный отиск предприятия. На всех наших батареях мы сделаем товарный знак завода. И чтобы или надо украсть у нас крышки, чтобы можно было сделать под нас. Если нет, то получается они делают этикетку, но можно любую подделать этикетку. Но главная проблема такого аккумулятора в его начинке прослужит в лучшем случае один сезон, да и тот летний. Так как на подделках экономят, не докладывают пластины, экономят на свинце. Сегодня Роспотребнадзор по Чувашской республике проводит расследование по факту подделок продукции тюменцев. Вообще производство аккумуляторов трудоемкий и длительный процесс. Именно здесь происходит один из первых этапов производства аккумуляторной батареи – литье решетки. Но до сдачи готового аккумулятора на склад пройдет еще 10-12 дней. Это при том, что завод работает в круглосуточном режиме. К созданию аккумуляторной батареи приложат руку представители более 10 профессий – от литейщика до упаковщика. Наш аккумуляторный завод знают везде. Впечатляют и объемы производства, и разнообразие – 450 типов батарей. В масштабе страны тюменцы вне конкуренции, да еще и самодостаточны. Выпускают на свет свой продукт без помощи иностранных компаний. Это гордость нашего тюменского региона. Мы не зависим сегодня от производителей. Мы все комплектующие выпускаем сами, собственными силами. Сегодня предприятие готовится выпустить 70-миллионный аккумулятор к своему 75-летнему юбилею. Сотрудники отпразднуют его в следующем году и надеются, что он обойдется без новостей о подделках. Ксения Моисеева, Сергей Мякишев, Тюменское время.